Добрый день, меня зовут Оксана Паршуткина, я являюсь управляющей шоу-румом Брошоп. Небольшое уступление для тех, кто не знает Брошоп, это большой бельевой шоу-рум, в котором представлены специализированные марки белья на большую грудь. Я занимаюсь бельем с 2000 года, в Брошопе работаю с шестой годом. Без короны на голове могу сказать, что про белье я знаю все. Но, несмотря на такой срок работы, я до сих пор вижу, что существуют у нас три основные проблемы. Я считаю, что это очень большие проблемы. Бельевая быстрее развивается, но не так быстро, как на Западе. Сейчас я расскажу, что меня прежде всего поражает лично на своем опыте, которое я периодически, честно скажу, сама хожу по разным торговым театрам. И наблюдаю за то, что, несмотря на изобилие брендовых торговых марок белья, я, лично я для себя, несмотря на то, что у меня более-менее стандартный размер белья, не могу себе подобрать. Почему? Во-первых, отсутствует разметная сетка. Когда я прихожу в торговый центр и хочу подобрать себе белье, сейчас я занимаюсь этим лично из-за интереса, профессионального интереса, хочу презентировать, кто чем занимается, какие представлены марки. В общем, я хожу по бельевым магазинчикам, они довольно известные для всех. И когда я прихожу выбрать себе размер, меня поражает разметная сетка, которая представлена в магазинах. Это начинается... Сейчас, слава богу, уже появился 70-й размер, раньше его не было. Он был представлен от 75-го объема до 85-ти, если вы найдете 90-й объем, это вообще праздник. И 75-й объем с чашкой А, В, С. Если посчастливите, то найдете Д. У меня было ощущение, что если внешне представить, многие думают, что это европейский стандарт. На самом деле, если вы внешне увидите женщину, которая носит 75С размер или 75Т, внешне, это напоминает, я вам честно скажу, по этим параметрам, это должна быть 15-летняя девушка, которая занимается профессиональным плаванием. Это должна быть широкая спина и едва заметная грудь. Вот это называется нашим стандартным европейским. На самом деле, размерная сетка, каждая женщина, это индивидуальность. И по своей практике я могу сказать, что 75С встречается в реальности очень редко. За свою практику ко мне лично на консультацию приходило, это может быть с 2000-го года, это может быть человек 5. На самом деле, у всех размер гораздо больше в чашке и гораздо меньше в поясе. Я считаю, что такие размеры придумали исключительно для манекенов, на которых, чтобы не заезжал пояс, чтобы чашка хорошо сидела и хорошо была продемонстрирована белье. Дальше. Что больше всего еще меня волнует? Низкая бельевая культура. Как это выражается? Ну, во-первых, опять же, буду опираться на свою практику, наши женщины не понимают, что бюстгальтер должен поддерживать. За всю свою практику, вот, я не видела, еще ни одна клиентка мне пришла в правильном белье. И когда я задаю вопрос, по какому принципу вы выбираете белье, ну, в первую очередь, это, конечно, внешняя красота, вторую очередь, что бы прикрывало. То есть поддержки никакой в груди нет. Когда ты начинаешь говорить, что в бюстгальтере не так, объясняешь, по каким критериям нужно выбирать бюстгальтер, на меня смотрят и говорят, ну, вы такая странная, где же мы это найдем? Поэтому это вторая проблема в наших масс-маркетах. Плюс плохо сидящая одежда. В хорошо подобранном бюстгальтере, в правильном белье, вы всегда себе подберете одежду, та, которая вам нравится. Я зачастую наблюдаю на наших клиентов, которые приходят к нам в шоу-рум, что 90% выточки в одежде сидят, вернее, грудь, не так я сказала, грудь сидит намного ниже и никак не соответствует выточкам на одежде. Опять же, в этом они меняют исключительно свое физиологическое строение, единое теклу, как ни странно, но ни в коем случае не правильно подобранное белье. Они считают, что они всю жизнь правильно подбирают белье, им комфортно, хорошо, грудь нигде не жмет, не давит. Причем, они думают, что, все наши клиенты думают, что правильно подобранный бюстгальтер, это исключительно, он не должен нигде передавливать. Он должен свободно сидеть, как пальто или полотенок. Чашка должна быть всего лишь прикрыта, никак не поддерживать. Потом они спустя время какой-то удивляются. Почему же он растягивается? Почему же грудь у меня полкается? Спустя какое-то время, там, две недели, три недели. И буквально недавно в нашем шоу-руме у нас пришла клиентка в новом абсолютно бюстгальтере и говорит, вы знаете, я просто устала подбирать на себя белье, и вы, мой последний рубеж, потому что, если вы мне не подберете, я просто уже решаюсь на операцию, я не могу подобрать себе белье, потому что вначале мне подбирать он сидит идеально, а через неделю носки у меня же пояс от бюстгальтера остается медленно подползать к шее. И грудь у меня все так же обвисает. Слава Богу, что мы ее подобрали бюстгальтер, она была безумно счастлива. Теперь это наш постоянный клиент. За короткое время, буквально за месяц она к нам вернулась три раза. Относительно проблем я все рассказала. Как мы решаем эти проблемы в нашем шоу-руме? Опять же, буду повторяться несколько раз, опираясь на свою практику. Во-первых, большая грудь, может быть, для кого-то это будет удивлением, визуально придает грудности фигуре. Кажется, что если вы размер одежды, вот даже если вы носите 44 размер одежды, а у вас большая грудь, визуально вы кажетесь намного больше, если у вас неправильно подобранный рейтгальтер. Почему? Потому что неправильная форма, которая не собирает ваши грудь, и не поддерживает, а наоборот разводит в разные стороны, визуально увеличивает вас на полтора, на два размера. И вы кажетесь такой громоздкой, давной, и кажется, что вам, что не в этом виноват не ваша грудь, а именно ваш размер одежды. Хотя вы не прибавили весенней, ни капель. в форме бюстгальтера. Обязательно на большую грудь должна быть форма, которая собирает бачку. Никаких минимайзеров. У нас, знаете, что, в шоу-руме было очень часто приходит женщина, они не с большой грудью, просто они в неправильно подобранном белье, но они все, как один, под копирку просят белье минимайзеры, которые будут уменьшать грудь. Я честно скажу, я всех отговариваю от минимайзеров, потому что это мало того, что портит вашу естественную форму груди, это выглядит некрасиво, неэстетично, это плющит грудь. Многие наши клиенты не понимают, как это так. Минимайзер должен уменьшать грудь. Да, он уменьшает, я согласна. Он ее плющит с внешней стороны, и она вылезает у вас с боку. Но вам важно это увидеть на себя в зеркале, что она действительно стала меньше, и у вас застегнулась пупочка. И не важно, что у вас шов, который сбоку, уже начинает трещать, потому что грудь вылезает с боку. Я всех абсолютно отговариваю от минимайзера, потому что правильное белье, как раз таки, оно правильно скорректирует вашу грудь и уменьшит вас в размере, если оно идеально подобрано именно под физиологическое строение вашей груди. Я отдаю лично я отдаю предпочтение тем маркам, которые на большой грудь делают боковой подкрой. Помимо того, что он собирает грудь с бачков, он еще и визуально уменьшает вас в размере за счет того, что он собирает грудь с центром. По поводу минимайзера, я сказала, вот, кстати, хочу пригласить нашу клиенту, которая, к счастью, стала нашей моделью, и мы очень ей за это благодарны, на ком мы сейчас продемонстрируем минимайзер. очень хорошо, что она принесла свой старый блюдгалтер, мы ее попросили, она как раз таки, вот это вот на ней сейчас белье, как ей предлагали в магазине, который минимизирует ее грудь. визуально смотрится меньше, правда? Я, она, когда пришла к нам первый раз в наш шоурум в этом блюдгалтере, я реально визуально смотрится, что у нее будет намного больше реального ее размера, потому что она висит. Виктория, можно я попрошу снять лузочку? Совсем, да. Я хочу показать все нюансы аккуратно. Первый вопрос. По какому признаку мы подбираем белье? Раньше. Не мы. Раньше. Раньше подбиралась по принципу куда можно было ее поместить, чтобы эта визуальная поддержка была не принципиальная. Откуда она подбиралась? Она живет. Потому что в моих объемах есть и в твоем. При подборке белья консультант делал акцент на особенности ваше. Практически нет. То есть вы смотрели визуально, что вам нравится и то, что подходит к чему. Куда можно было поместить? Куда можно было поместить? Замечательно. Вот, смотрите, вот это минимайзер, он, конечно, уже растянулся. Мы приносим изменения в дальнейшем вид, но показать нам нужно, что происходит с бельем которые минимайзеры и спейсеры так называемого. Это спейсер, я думаю, что для многих, кто занимается бельем, всем известно, это такая новая технологичная пористая ткань, которая подстраивается под форму вашего тела. растягивается, принимая форму вашего тела. в последствии она не держит ее вообще никак, потому что тяжелую грудь обязательно должна держать либо плотная каркасная чашка, либо бюстик из мягкой чашки, но обязательно он должен быть дополнительными выточками, потому что чем больше секций в бюстгальтере, которые соединены между собой швами, тем лучше будет поддержка для тяжелой груди, как раньше делали корсеты в древние времена, чем больше каркасов из пятого луса, тем меньше будет талия. То же самое с бюстгальтером. Чем больше будет выточек швов на бюстике, тем компактнее и круглее будет ваша чашка. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, бюстгальтеры и спейсеры не имеют никакой боковой поддержки, они никак не центрируют грудь, не собирают ее. Ты ко мне лицом. Вот у Виктории достаточно большая чашка, ей, не только, ей всем женщинам с таким размером, как у Виктории, противопоказано носить чашку, где открыта зона декольте, которая именно гладкая чашка противопоказана. Объясню, почему. Если вы хотите приобрести гладкую чашку, внутренняя часть бюстгальтера обязательно должна иметь выточку. Пусть даже одну, но она должна иметь, потому что каждая выточка это как дополнительное ребро жесткости, которое собирает вашу грудь. Относительно спейсера, да, вот что происходит. Обратите внимание, со спейсером, как я, я люблю эту ткань на самом деле, очень, но она подходит только исключительно на небольшую грудь, которая просто слегка повторит контуры вашего тела, и она будет очень хорошо смотреться под трикотажной летней одеждой. Но для повседневной носки я все-таки не рекомендую бюстгальтера и спейсера, потому что они недолгосрочные в носке, так скажем. Его надо иметь не как один единственный, а как десятый. Это то, что касается спейсера. Да, возвращайтесь и следующий бюстгальтер. Скажите, пожалуйста, какой это был размер? На Викторию. Ее размер этого бюстгальтера или ее реальный? Бюстгальтера. 85 G. 85G. Это реальный размер? Это не реальный размер, это размер бюстгальтера, в котором она сейчас была. Ее реальный размер 85H. Это тот бюстгальтер, который ей подобрали в магазине. Сейчас мы еще продемонстрируем, какой ей бюстгальтер очередной раз подобрали в магазине. уже без плотной чашки. Она поняла впоследствии, что плотная чашка ей противопоказана, и она решила приобрести мягкую чашку. Вот смотрите, относительно крови бюстгальтера. Я советую вот такая на Викторию нужна обязательно модель бюстгальтера, должна быть модель бюстгальтера, которая обязательно будет с боковым подкроем. У нас у всех разное физиологическое строение. У кого-то грудь более центрирована, у кого-то она расходится в разные стороны. Но у женщин, которые имеют размеры плюс сайз, это выше, даже начиная с меня, у меня выше 48 и выше, я считаю, что бюстгальтер нужно подбирать обязательно звуковой подкроем, потому что прибавка веса дает уже прибавку увеличения груди. Грудь начинает расползаться в разные стороны. Бюстгальтер нужно подбирать обязательно, чтобы было не менее двух секций в чашке. Виктория. Это у нас уже очередной бюстгальтер неправильный, который мы тоже приобретали в масс-маркете. Я хотела непременно без 40 миллиметров и парашютные стробы меня обогатили степень. Я очень хотела чтобы это далеко. И почему-то думали, поддержка груди идет за счет бретели. Очередная ошибка наших женщин это опять же говорит о низкой бельевой культуре. Поддержку груди у нас выполняет исключительно бретели. Хорошо, сейчас мы продемонстрируем. Дальше, по какому признаку опять подбирать белье. Я думаю, что в одежде это было хотя бы визуально как-то уменьшало грудь. Опять мы все идем к уменьшению. И это все происходит из-за неправильного подбора белья, потому что неправильное белье увеличивает грудь. неправильный пояс ползет наверх, при этом расслабляет он грудь, грудь опускается вниз, визуально она кажется тяжелее и намного больше, потому что она не поддерживается. Ну и соответственно бретели здесь абсолютно никакой роли не играет, потому что вес груди полностью, за вес груди полностью отвечает пояс. Даже у нас многие клиенты я хочу озвучить, приходят в шоурум и говорят я не буду ничего мерить, сразу говорите у вас есть белье с широкими бретелями? На вопрос зачем? Она говорит ну как зачем? Вы такая странная, вы работаете в шоуруме, не знаете для чего бретели, чтобы грудь поддерживать. Наши клиенты не знают, что бретели отвечают всего лишь за легкую коррекцию формы чашки, а всю тяжесть груди на себя берет пояс. И сразу мы тогда в таких случаях приводим пример всем нашим клиентам, тогда скажите пожалуйста, когда вы носите белье без бретелия, что поддерживает вашу грудь? Есть же белье у нас сейчас масса марок, которая делает белье с открытыми плечами, можно носить вещи, но они затрудняются тогда с ответом. Раздеваемся, сейчас мы быстренько оперативно все покажем. широкие бретели грудь вам никакого дискомфорт не вызывают, но самое главное, что прикрыта грудь, как будто у нас кто-то ее видит на улице с этой стороны. Я хочу обратить ваше внимание, что у всех женщин есть асимметрия груди. В первую очередь при подборе бюстгальтера нужно ориентироваться на большую сторону. Асимметрия есть абсолютно у всех женщин. Мы не манекены, не пластмассовые, не обладаем искусственной грудью, поэтому асимметрия есть у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, у кого-то она едва заметна, но она есть у всех. И всегда нужно подбирать белье, стараться под большую сторону, потому что все женщины знают, что периодически размер груди у нас меняется, возвращается в обратную сторону, и поэтому нужно подстраиваться под наше физиологическое строение. Спасибо, Виктория. Поворачиваемся спинкой. Я сейчас продемонстрирую опять же пояс, который у нас застегнут на последний, на самый тугой крючок, потому что он не имеет никакой поддержки и ползет наверх. Дальше. Вот это мы наблюдаем в шоуруме постоянно. И за дня в день, уже на протяжении шести лет, я вижу одну и ту же историю, и не понимаю, почему наши женщины не хотят вот это скрывать. Сейчас множество бельевых марок, которые делают уникальную конструкцию, которые могут скрыть вот эти валики неэстетичные, которые могут подбирать бачка, которые могут идеально вам приподнять грудь и собрать ее к центру. Это я все к тому о нашей бельевой безграмотности. Спасибо, Виктория. Сейчас, пожалуйста, переоденьтесь в бюстик правильный. Так, по поводу бретелей, я сказала, что многие хотят широкие бретели, это не самое важное, самый важный пояс и форма чашки, которая уменьшит вашу, и скорректирует форму, визуально сделает вас намного стройнее. Сейчас, вот если вы запомнили Викторию в ее бюстике, сейчас вы обратите внимание, в бюсте, который мы ей подобрали в тот день, когда она к нам впервые пришла. Так, что еще? Вы переоделись, девчонки? Сейчас существует, по крайней мере, у нас в шоуруме представлено достаточное количество марок, специализирующие на большую грудь. Мне, лично мне импонируют три марки. Я обожаю марку Несса польскую, я обожаю марку Илуми английскую и очень люблю марку Ула. Все они, все эти три марки очень сильно отличаются друг от друга, но у них одно общее замечательное свойство, они идеально держат тяжелую грудь, у них огромная размерная сетка, которая начинается от чашки А, но мы, правда, с такими не работаем, до чашки 2К, это очень большая чашка, в Нессе преимущественно преобладает чашка, форма чашки Балконет, это огромное желание наших женщин центрировать грудь и создать сексуальную ложбинку, в марке Илуми представлены модели, те, которые я люблю, которые минимизируют реальный ваш размер, визуально делают вас намного стройнее, вы чувствуете абсолютный комфорт при носке этого белья. В марке Ула это специализированное белье, мне нравится размерная сетка, она доходит до 135 пояса, это для женщин, которые обладают размером более 64, я делала подсчет и посчитала, что это выше 64 размера. самое главное преимущество опять же крой чашки в этих марках и пояса, нестандартные широкие пояса, которые скрывают ненавистные валики. Дело в том, что наши женщины, которые работают в офисах и носят силуэтную одежду, платье, пиджаки и так далее, они все часто приходят к нам и говорят, вы знаете, Игорь, я так устала от этих складок на спине, вот подскажите, что мне надо сделать? Я не ношу коррекционное белье, мне не нужна эта утяжка, я некомфортно себя чувствую, у меня сидячая работа. Мы предлагаем выбрать бюстгальтер с широким нестандартным поясом. Визуально это не обязательно, что должен быть ряд на 20 крючков на спине, это будет широкая спинка по бокам, которая скроет как раз-таки эти валики, куда попадает обычный пояс бюстгальтера и создает складки. Это будет широкий пояс, но который будет плавно переходить застежку на два крючка. Такие модели очень часто встречаются у марки Ула. Я очень люблю эту марку. Вы готовы? Вот, обратите внимание, вот этот бюстгальтер марки Иломи. Как вам визуально, честно скажите? Разница колоссальная. Размер бюстгальтера на виттории 85H. Мало того, что когда она к нам пришла, мы ей подобрали правильный размер, но честно скажу, от предыдущего он отличается всего лишь на одну чашку. Объем тот же самый, но обратите внимание, здесь боковой подкрой, он полностью закрыл бачка, который я вам показывала, когда грудь у нас вываливалась в предыдущем. Медленно поворачиваемся. Обратите внимание, здесь нестандартный широкий пояс, который скрывает в предыдущем бюстике у нас было так, можно я подвигаю вас чуть-чуть, почистую? В прошлом бюстике у нас было вот так. Вот эти ненавистные валики, которые у нас появляются вследствие неправильного подбора пояса, который у нас поднимается наверх, дальше он, конечно, не подвинется, у вас будет двигаться застежка, а вот эта часть у вас останется сидеть в этом же месте. В одежде это выглядит отвратительно, я думаю, что многие наблюдают, мы ходим, я часто очень вижу это на улице, особенно летом я это наблюдала, и женщины наши не понимают, что в принципе может быть и по-другому, нужно просто правильно подойти, обратиться к специалистам и сказать, высказать свои пожелания, а не выбирать белье по внешним признакам, красиво, прикрыло и ладно, пошли дальше. марка Илоне практически, чем я, за что я ее люблю, во-первых, все белье сделано из очень качественного полисатина, кто не знает, скажу, полисатин, это полиэстер плюс сатин, абсолютно не растягивается ткань, стопроцентная поддержка груди, даже при долговременной носке, мне очень нравится, обожаю я, я когда первый раз увидела эту марку, я сказала, все, это наше, потому что широкий боковой подкрой максимально подбирает бачка груди, центрируя ее с двух сторон, во-вторых, нижняя часть, куда идет, обратите, кстати, внимание на бретели, они такие широкие, как хотелось бы, Виктория, когда там первый раз пришла, она сказала, что бретели ей не нужны вот такие, как на рюкзаке, она хочет обычные, стандартные, чтобы это эстетично смотрелось, дальше, нижняя часть, тоже выполнена из поля сатина, куда идет, как раз таки, максимальная нагрузка груди, и обратите внимание на верх, верх в этой марке выполнен из плотного гипюра, эластичного, дополнен дополнительно резинкой, он максимально прикрывает вашу грудь, и он фиксирует ее со всех сторон, ваша грудь при ходьбе, при активном движении не будет плыхаться, она зафиксирована, но самое главное, что чашка красивая, потрясающая, и намного меньше смотрится в одежде, обязательно, по моим наблюдениям, что грудь стала намного выше, я уже к Виктории привыкла, поэтому мне кажется, ее грудь одинаково хороша во всем, реально скажите, разница есть между бельем, приобретенное в масс-маркете, и тем бельем, в котором она сейчас, по признаку, что вы видите, она уменьшилась, как она, как она, как она скорректировалась, красивая форма скорректировала, она очень красивая, красивая форма, но она стала повыше, вы знаете, у нас есть многие клиенты, я вам расскажу на своем опыте, одна девушка приехала к нам из региона, у нас вообще очень много клиентов из региона, которые приезжают, и говорят, что он в ужасном белье, я честно не буду, привет, душой говорить, я, конечно, это им не озвучиваю, но когда я вижу, в чем они приезжают, я тихонечко, так аккуратно спрашиваю, когда вы его покупали, и вот одна из клиентов мне сказала, вы знаете, я его брала 6 лет назад, она говорит, я поправилась, и я чувствую, что он растет вместе со мной, я расту, говорит, и он растягивается, но альтернативу, я, говорит, подобрать никакую не могу, потому что, говорит, из того города, где, откуда, говорит, я родом, там на меня, кроме постельного белья, ничего не шьют, вот, и мы начали ей подбирать белье, она очень хорошая клиентка, с хорошим чувством юмора, мне она очень понравилась, мы начали ей подбирать белье, и когда мы ей подобрали белье, она говорит, Оксана, так у меня талия есть, мы настолько приподняли ей грудь, что она даже не ожидала, что у нее есть талия, она на счастьях, выбегает из примерочной, говорит, дайте мне сразу точно такой же, я говорю, даже не важно, какого он цвета, дайте мне точно такой же бюстик, я буду счастлива, приеду к вам через год, я очень далеко живу, мы даем ей точно такой же бюстик, но самое интересное было другое, она уходит от нас, расплачивается на ресепшене, и уходит, буквально через 2 минуты она возвращается в пальто, и говорит, вы знаете, у меня пальто застегнулось, я сначала не поняла, почему она это сказала, а я говорю, в смысле, она говорит, ну так я же покупала-то его, оно же у меня не застегивалось, на верхние две пуговицы, я говорю, вы серьезно сейчас говорите, она говорит, да вы что, посмотрите, я берет, оттягивает от себя пальто, и говорит, смотрите, застегнулось пальто, вы понимаете, насколько, в чем она ходила, вы представляете, что она покупала белье на свое, простите, пальто на свое старое белье, и она его не застегивала, и сейчас, когда она приобрела белье, ей получается, коррекция фигуры произошла на полтора размера, это просто, я попросила ее оставить в видеоотзыв, честно говоря, я не отслеживала этот момент, но надеюсь, что она оставила в видеоотзыв, таких примеров, честно скажу, масса, приходят молодые девчонки, с большим, тоже, с большим размером груди, они считают, что им нужно минимайзер, опять же, я возвращаюсь к минимайзеру, они считают, что им нужно уменьшить грудь, они даже не понимают, что проблема лишь в том, что у них неправильно подобран размер, что нужно делать акцент исключительно на форму, обязательно, и исключительно на пояс, девочки субтильные, тоненькие, приходят с большим размером груди, которые стоят в 75, в 75 С, как в масс-маркете представлен, который у нее, грудь не помещается абсолютно, пояс у нее болтается на шее, и она считает, что это не то, что у нас масс-маркеты виноваты, что там не представлено такое количество размеров, а что это она родилась такая, вот, говорит, ну вот такой, говорит, я урод, что теперь с этим делать, вот так я с этим живу, мне надо как-то решиться на операцию, я, наверное, буду копить на операцию, они даже не понимают, что существует огромная размерная сетка, слава богу, что мы показываем, что на самом деле существует, и что у нас даже в шоу-руме представлено 55 объема, но раньше такого не было, опять же мы по потребностям, да, начали привозить, потому что бывают и такие девушки, 55 объем груди и чашка К, вы представляете, что это такое, у нас масса таких клиентов, что я хочу сказать, да, переодеваемся, и в следующий, пожалуйста, пускайте тоже правильные формы продемонстрируйте нам, что я хочу сказать, прежде всего, для тех, кто до сих пор не знает, что существует такая огромная размерная сетка, опять же, я поражаюсь нашим масс-маркетом, периодически я экскурсии делаю, вот один раз даже я, судя по себе, пришла, мне просто ради интереса было, как мне подберут белье, для себя, зашла в бельевой магазин, попросила подобрать мне белье, я расстегнула куртку, и она мне предлагает размер, смотрит на меня, предлагает мне размер 80D, я говорю, хорошо, давайте я померю, я померила белье, открываю примерочную, я не стесняюсь, запускаю в себе консультанта, бюстгальтер сидит на мне отвратительно, для, я скажу, для здесь присутствующих, мой размер 70F, на данный момент, в 80 поясе, мне некомфортно, потому что я чувствую, что он не фиксирует мне грудь, грудь у меня сама по себе, пояс у меня сам по себе, сидит свободно, как вот сейчас кофта на мне, я надеваю этот бюстгальтер, 80D, она приходит в примерочную, смотрит на меня, говорит, по-моему, это очень хорошо, как вам, нравится или нет, я говорю, вас ничего не смущает? Она мне говорит, нет, по-моему, очень красивый бюстгальтер из новой коллекции, им важно продать, главное, что из новой коллекции, что подороже, и они не чувствуют клиентскую потребность, я ей говорю, то есть вас не смущает, у меня настолько это, честно скажу, выбесила, из себя вывела, я говорю, то есть вас не смущает, что косточка сидит у меня на груди, что у меня, я чувствую, что она мне поддавливает, и внешне это явно видно в зеркало, я стою, смотрю, у меня грудь разрезана на две части, она говорит, ну, вам что, некомфортно? То есть она мне задает встречные вопросы, я молча все снимаю, ухожу, говорю, все, спасибо, до свидания. Теперь я понимаю наших клиентов, которые приходят в магазин, и им просто впаривают белье, несмотря на индивидуальность каждой женщины, сейчас, по моим наблюдениям, все-таки больше женщин выше 46-го размера, и обладательниц чашки в основном, как показывает практика, практика, F, F, G. даже если я не вижу вас в белье, я все равно вижу, какой у вас размер. В первую очередь советую ориентироваться на бюстгальтеры, которые все-таки по форме чашки, которые все-таки будут отвечать за коррекцию чашки, прежде всего. не нужны вам бюстгальтеры. Обращайте внимание на большую грудь обязательно, чтобы внешний боковой подкрой был, чтобы чашка была высоко посаженной, косточка захотела глубоко за грудь. Это очень важно, чтобы косточка от чашки анатомически правильно повторяла основание вашей груди. Ну и, соответственно, пояс. Брители отходят на последнее место, потому что они отвечают всего лишь 10% на 10% за поддержку вашей груди. Я даже это не считаю, потому что я все-таки считаю, что они просто до конца формируют красивую чашку. А все-таки главными аспектами в подворе белья это пояс, правильно подобранный пояс, который отвечает за коррекцию вашего тела со спины и правильно подобранная форма чашки. Причем, вы знаете, многие наши клиентки, которые обладают размерами плюс-сайз, хотят плотную каркасную чашку без проблем. Такие тоже делают, но, опять же, в специализированных марках. Когда делают плотную каркасную чашку, мальдированную, выдавленную, они делают акцент, опять же, на внешнюю сторону, на внутреннюю сторону. Обязательно, чтобы грудь друг от друга была разделена, особенно большая, чтобы она у вас не сливалась в моногрудь. Обязательно, чтобы бок чашки с внешней стороны был высокий, который будет подбирать вот эти вот все неэстетичные подмышечные валики. и, соответственно, поезда, он не обязательно, да, повторюсь, чтобы он был на несколько рядов крючков, это может быть аккуратные два крючка, но бока должны быть сильно закрыты. Можно? Вас уже. Это, я хочу опять вам показать, на что способны марка и ломи. раздеваемся. Обратите внимание, это совершенно абсолютно другая модель, но, опять же, сделан акцент на внешнюю сторону груди разделения. Обратите внимание, кстати, я очень часто замечаю в интернете, как у нас очень много появилось сейчас специалистов, блогеров по подбору белья, они все свои правила диктуют, все дают ценные указания при правильном подборе. Я хочу сказать, что все это очень индивидуально. Одни и те же правила не подойдут ни для меня, ни для Виктории. Я вот, допустим, у нас есть клиентка, которая носит максимально тугое белье, потому что обладает очень большой чашкой при достаточно маленьком поясе. Если я, допустим, представьте, у нее чашка больше, чем у Виктории, в три раза, и пояс она не может брать относительно каким-то арифметическим действием, как там многие говорят, минус 5 сантиметров, минус 8 сантиметров, это все очень индивидуально. Я вот таким арифметическим примером никогда не поддаюсь, я ориентируюсь на собственные ощущения. Если мне вот так, казалось бы, при моем 48-м размере многие думают, что у меня там 80-й размер груди, как у масс-маркет консультант. На самом деле мне очень, я потрясающе комфортно себя чувствую в 70-м объеме, у меня просто узкое строение грудной клетки, и это не значит, что если у меня я ношу брюки 48-го, то я должна одеть момент бюдгалтер. Правильно? На чем я остановилась? В прайломе. Обязательно смотрите, как садится косточка. Плавно повторяя анатомическое строение груди ваша, обязательно собираются вот эти вот бачка. Обратите внимание, многие думают, что завышенная чашка, миф, впивается сильно в подмышку. Нет, это совершенно далеко. такого дискомфорта у вас точно не будет. Как я говорила, уже верхняя часть чашки это плотный гипюр, который подстраивается под ваше тело. Неважно, вы поправились, похудели, он будет плотно прилегать к вашей груди. И, соответственно, пояс, да, как я уже говорила, обратите внимание, в Марк Хеломе делают пояса не уже 10 сантиметров, что как раз-таки способствует скрыть вот эти вот изъяны. Теперь вы любите свою. Замечательно. Так, да, спасибо большое. Я хочу еще раз спиной повернитесь, пожалуйста. Можно назвать спину? И можете назвать цену этого ? Что? Цену. Примерно в районе 7 тысяч. Да, примерно в районе 7 тысяч. я прошу прощения, я 6,7 тысяч. 6,9 тысяч. Так, что я хочу еще сказать по поводу подбора белья. Опять же, опираясь на свои уношения в асфальте, я очень вам советую все-таки обратиться к специалистам, которые, как, допустим, на моем примере, прежде чем определить правильный размер бюстгальтера, мы снимаем мерки. Это очень важно. У всех у нас разный объем. Никогда не доверяйте специалисту, который определяет на глаз, в исключении меня. Мне можно довериться, да? Вот. Для начала мы снимаем мерки, определяем правильный размер белья, спрашиваем у наших клиентов, у всех, что бы они хотели, какой бы они хотели себя видеть, что они хотят от бюстгальтера, только потом уже приносим, вносим какие-то свои коррективы, даем советы и потом уже приносим белье, смотрим все за и против. Доверяйте все-таки специалистам, особенно тем специалистам, именно которые работают со специализированными марками белья на нестандартные размеры. Очень сложно самим подобрать размер, даже если вы посмотрите какие-то рекомендации в интернете, каждая женщина у нас индивидуальность, у каждого свои особенности груди, у каждого есть свои потребности, свои пожелания. И если есть возможность все-таки прийти специалистам на примерку. так, что еще я хотела сказать. Так, все присутствующие, кстати, хочу всех присутствующих пригласить к нам сегодня в шоу сегодня-завтра. И для всех посетителей будет персональная скидка 10% по промо-коду Оксаны. Небольшое такое маленькое приветствие. Так, ну, вроде бы все. Вопросы можно? Что? Вопросы? Да, конечно. Я хотела спросить по поводу замерки объема. Как вы меряете? То есть нам надо сантиметра, а потом... Смотрите, я нашим консультантом, который работает в шоу-руме, я всегда советую сантиметрам измерять объем плотно, но не пережимая и не передавливая тело. И палец, как многие советуют, опять же, в интернете, он не должен пролезать через сантиметры. Знаете, как некоторые берут сантиметровый лепп и засовывают палец, специально, чтобы сантиметр был свободный. Один сантиметр остался свободным. Это не нужно делать, абсолютно. Вы измеряете, допустим, 85-й объем. Если вы, опять же, отталкиваетесь от чашки, если вы визуально видите, что чашка недостаточно маленькая, недостаточно большая, прошу прощения, то здесь, в принципе, можно от 85-го объема начинать с 80-го подбора бюстика и потом уже ориентироваться на клиента. Если вы видите, что визуально чашка большая, я думаю, что это очевидно будет, то при объеме 85-й сантиметрах, но это я так грубо говорю, обязательно наговорите клиенту, что вся тяжесть груди у вас ложится на пояс. И чем плотнее будет пояс, надо это обязательно озвучивать, тем лучше будет поддержка груди. Но так как в большинстве, не в большинстве, а все приходят у нас в свободном поясе, клиентам непривычно резко переходить на плотный пояс. Им нужно это объяснять и рекомендовать постепенно это делать. Допустим, если девушка пришла к вам в бюстик, который 85-го размера, да еще он плюс растянут, который болтается, объясните ей, что приведет покупка очередного 85-го объема к точно такому же результату, посоветуйте и все-таки начать с 80-го. он будет чуть-чуть поплотнее, но спустя 2-3 дня от тяжести грудью он все равно растянется и сядет по ее фигуре. Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я очень с удовольствием отвечу на все вопросы. Ну, все, никаких вопросов нет. Да. В соответствии, я не совсем поняла вашего вопроса. Вы имеете в виду, чем дороже марка, тем лучше? Нет, не обязательно. Мы сейчас говорим про белье или про одежду? Мы про белье. Я сейчас озвучивала марку Несса. Она чуть-чуть пониже уровнем, чем Эломия, английские марки, Эломия, Панаж, Ула и так далее. Но она, я вам честно скажу, по своим лекалам она не уступает. У нее достаточно хорошие лекала, потрясающе держит тяжелую грудь и цена она ниже, она более приемлемая для наших женщин. Я вам скажу, что марка Несса, она более востребована, чем марка именно по цене, честно вам скажу, как женщина. Все клиентки наши выбирают Нессу, потому что она подешевле. Не у каждого есть возможности купить дорогую марку. Лекала ничем не выступает. Мы поэтому и начали работать с маркой Несса, потому что у них отличные лекала, они потрясающе делают красивую форму груди. Просто сами понимаете, польская марка и английская марка в большей степени не из-за бренда. Бренд никому неизвестный. Я об Иломе узнала где-то года два назад. Просто потому что это Англия. Понимаете? Для кого-то это важно английский бренд, для кого-то это не важно, для кого-то важна посадка. Мне вот лично я про себя могу сказать. Мне абсолютно все равно чье будет производство. Если идеально на мне сидит бухгалтер или если это то, что я хочу, мне все равно пусть он хоть в Китае всем моим требованиям. Пусть он стоит тысячи рублей, но я его приобрету. Самое главное правильный подбор бюстгальтера и чтобы он отвечал всем требованиям. Вопросов больше нет? На этом я заканчиваю свое выступление. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Будем очень рады видеть вас в нашем своем жизни.